Череда поджогов тревожит жителей Энгельса. В один вечер там произошло сразу несколько похожих возгораний. Как правило, огонь вспыхивал ночью в подъездах домов. Жители многоэтажек предполагают, что неизвестный поджигал детские коляски, оставленные в подъезде. Обо всем по порядку Анастасия Куклева. Мы дверь открыли, муж ее выбил. И клубки огня даже, не просто дыма, а огня. Может пошло кислород или что. Огонь сюда. Он отлетел сразу от двери. Возгорание произошло в этом коридоре поздним вечером 5 сентября. За считанные секунды пламя перекинулось на соседнюю квартиру и уничтожило здесь все. Мебель, посуду и даже вещи. Тот вечер Елена Иванова вспоминает содроганием. Говорит, услышала шорох и щелчки за дверью. Когда посмотрела в глазок, увидела, как горят две детские коляски. Огонь отрезал путь спасения для матери и троих детей. Пламя бушевалось такой силой, что людям едва удалось спастись. Начало здесь все гореть, с потолки все это падает. Начало все это литься, все это на нас. Хорошо, детей мы с собой просто все закрывали. Ну, приехали пожарные, начали эвакуировать нас с той комнаты, по лестнице, через окно, потому что хода здесь не было, потому что здесь и дым, и все горело. Происходило горение на четвертом этаже, в общем коридоре, на площади 15 квадратных метров. Значит, люди из квартиры просили о помощи, была установлена механическая лестница. В результате пожара было спасено 5 человек, из них трое детей. Детей с диагнозом отравления продуктами горения доставили в больницу. Сегодня их здоровью уже ничто не угрожает. А вот жить им теперь негде, пока погорельцев приютили соседям. Ну, как видите, пострадало все, можно сказать. После ремонта потолки, кухонная мебель, холодильник, комбайн на холодильнике стоял. Соседи Елены уверены, это был поджог. И даже приводят факты. Так аналогичный пожар произошел часом позже в доме напротив по улице Полтавская, 15. Коляска стояла вот здесь, следы от шин. Она прям стояла, ну, вот видите, прям, вот, шина здесь, считай, все это. Горело. Все сгорело, это, считай, от коляски. Может, какая-то для рожек она шла или что, я не знаю. Может, обрели чем-то ее. У Оксаны двое маленьких детей. Чтобы не поднимать коляску до квартиры, женщина оставляет ее внизу на первом этаже. Но субботним вечером они с мужем обнаружили пылающую коляску за входной дверью на лестничной клетке четвертого этажа. Услышали мы хлопки и в дверь стучало. Мы думали сначала, что кто-то пьяный пришел или что-то. Может, в позднее время, мы даже не знали, что это было. Муж подошел, посмотрел, пошел. Там коляска наша горит. Хотя мы три месяца уже подряд оставляем там коляску внизу. Потому что я была после операции, мне было трудно заносить. Оказалось, что коляска здесь и подожженная, и вот сами, видите, считаете. В отличие от жилья Елены, квартиры других в этом подъезде не пострадали. Возможно, потому что владельцы не открыли дверь навстречу открытому огню. Официальную причину пожаров установят специалисты после того, как проведут ряд экспертиз.